Всем привет! И сегодня я вам покажу две очень сильные ловушки за белых в начале партии. То есть, если выучите эту ловушку и будете применять, то вы сможете выиграть уже в начале дебюта. Давайте начнем. Мы играем за белых, начинаем партию ходом Е4, далее черные сыграли Е5. Играем Д4, жертвуем пешку, черные забирают ЕД, и мы играем С3. Жертвуем уже вторую пешку, черные забирали ДЦ, и мы не забираем ни пешкой, ни конем, а играем слон С4, развиваем фигуры и жертвуем третью пешку. Черные забирают Е, играют СБ, ну и тут мы уже, конечно, забираем слон Б2, и тут у черных есть два хода. Первый ход это слон Б4, шах, а также второй ход это Д5. Давайте сначала разберем ход слон Б4, я вам покажу, как выиграть после этого хода. Итак, черные играют слон Б4, делают нам шах, мы защищаемся ходом конь Д2. Д2, защищаем одновременно слона, защищаем пешку, ну и защищаемся от шаха, конечно же. Черные играют конь Ф6, хотят забрать нашу пешку, дело в том, что после конь Е4 мы не сможем забрать конь Е4, потому что наш конь связан, то есть таким образом черные хотят забрать нашу пешку, но мы ее никак не защищаем, а играем конь Ф3. Далее черные, конечно, забирают конь Е4, и тут мы делаем маркировку. Черные забрали конь Д2, мы забираем тоже конь Д2, и черные делают ошибочный ход, после чего мы побеждаем. Они делают рокировку, потому что если, допустим, они не сделают рокировку, допустим, сыграет конь Ж6, мы просто заберем слон Ж7, нападем на ладью, ну и как бы вернем одну из пешек. Из-за этого тут черный играет, точнее, черный делает рокировку, защитили свою пешку на Ж7, ну и тут мы уже побеждаем, мы делаем ход ферзь Ж4, грозит мат ферзь Ж7, а защититься от него очень сложно. Если, допустим, ферзь Ф6 нельзя сыграть, потому что мы просто заберем слон Ф6, оставимся с лишним ферзем, даже слона нельзя забирать, потому что слон, точнее, пешка связана. Ф6 тоже нельзя играть, потому что пешка связана. Ну и какие варианты есть у черных? Они могут сыграть Ж6. Да, слон Д2 тоже нельзя, просто последует ферзь Ж7 мат. Они могут сыграть Ж6, чтобы мы там могли сыграть ферзь Ж3, потом ферзь Ж6, ну и таким образом поставить мат, ну и пока мы будем делать эти ходы, они уже успеют защититься. Из-за этого черный играет Ж6, но тут мы делаем другой ход, играем ферзь Д4. Опять же грозит мат ферзь Ж7, а также ферзь Ж8, ну и от него никак не защититься. Допустим, черный уже от отчаянности играет ферзь Ф6, жертва Ферзя, тогда мы просто забираем ферзь Ф6, ну и защититься от мата никак нельзя. Допустим, пешку продвинули вперед, мы просто играем ферзь Ж7, шах и мат. А также есть вариант с ходом, да, вот мы тут сыграли слон Б2, слон Б4 мы разобрали, также есть ход Д5. На Д5 мы просто сначала забираем слон Д5, опять же у нас преимущество двух слонов. Черный играет Ф6, они напали на нашего слона, хотят забрать этого слона, лишить нас преимущества двух слонов, а также у них у самих будет преимущество двух слонов, а также слоны очень хорошо раскрыты. Из-за этого они играют Конь Ф6, хотят забрать нашего слона, мы ее защищаем ходом Конь Ц3. Далее последовал Конь Д5, Конь Д5, ну и черные видят то, что наш Конь очень хорошо, очень сильно стоит в центре, из-за этого поскорее хотят его прогнать. Они играют Ц6, напали на нашего Коня, ну и тут мы уже побеждаем, потому что мы играем Конь Ф6, шах. Какие варианты есть у черных? Если забрать Ф6, мы просто забираем слона Ф6, остаемся с лишним Ф3 и побеждаем. Если забрать ЖФ, то мы сначала забираем Ф8, шах, после Короля Д8 играем слона Ф6, ну и делаем двойной удар, далее забираем Владиум, ну и у нас лишняя фигура, также дальше мы сможем сыграть Конь Ф3, Короля на Е2 поставить и сдвоить обе Ладии по линии Д, ну и с легкостью победить. Также в этой позиции черные могут королем уйти на Е7, тогда мы играем слона А3, делаем шах, ну и допустим черные защитили С5, тогда мы опять же забираем слон С5, шах, ну и неважно, король уйдет на Е6, либо же заберет Коня, просто забираем Ф8 и в итоге побеждаем. Вот так вот, дорогие друзья, обязательно выучьте эту ловушку и применяйте в своих партиях, чтобы всегда побеждать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока!